Священники не знают. Я говорю, а он с этим Духа Христова не имеет. А священники все имеют? Вы уверены, что патриарх имеют? Или все патриархи уверены, что они Духа Святого имеют? Определитель какой-то есть или нет? Я причащаюсь? Нет, это можно узнать. Но если на мне Дух Святой, то Духа Христова не имеет. Это трагедия. Я говорю, что из всех святых, какие в России были, слова Серафима Старовского о смысле жизни. Мы пойдем, покажем мусульманам. Пошли? Пойдем мы. Мы тоже хотим показать мусульманам. Не опоздали еще. Там же 6 дней, там с 5 дней. Там в конце же служба где-то. В конце службы, но она уже закончилась. Уже 8, конечно, а уже без 20. Думайте. Все, это же простая служба там. Я же Арбюшку делаю. Он сказал, что Сержане Духа Святого. Высший смысл всего. А когда начинаешь разъяснять, даже священники... Ну, ты повторял это, да? Повторял. А что это означает? Совершенно не может объяснить. Я говорю, ты объясни сначала Сержане. А Серафим Саровский не мог объяснить. А? Серафим Саровский не мог объяснить. Говорит, а ну как, что это такое? Ну, он вот начал молиться и поднялся на локоть. И все стало белым. И вот все во свете. Что ощущаешь? Да радость, и хорошо. Вот это и есть, говорит. Я говорю, а, хотят без уверенности к этому. Намаз совершается сколько? Пять раз в день. Все, все. Я помню, в советское время наши приехали, ну, она замуж там вышла за какого-то узбека, и говорит, едем, вдруг автобус остановился. Я сижу, минута вторая, я говорю, еще остановилась. Она говорит, а ты глянь за окном. А шофер вылез, расстелил коврик, встал и молится. Почему? Ему время намаза. Да это ни в жизнь, ни один священник не посетит. Ему никогда это не сделают. А судить его молитву я не имею права, потому что он уже перед Богом стоит. Он уже не подсудит. Человек на молитве земным властям не принадлежит. Как у Семена Столбник. Ухватился за стол, пришел, его власти не могут взять. Он когда оторвется от столба, или за рога жертвенника, говорит, не убивали. Ну, Соломон и там его достиг, нашел. Так и здесь. Пять раз в день я переписываюсь с мусульманкой. в Майл.ру. Она не простая мусульманка. Она преподаватель в университете теологии. Сколько же она знает? Ее знания не простые. Она четыре языка свободно владеет. Далее. Она меня постоянно спрашивает, учитель или отец, Игнатий, скажите, а как вот это? А какое участие должны отцы принимать в воспитании? Я говорю, она завтра в нам урок все выносит. Со своими студентами ходит в Живский православный монастырь. Мы, говорит, молимся по псалтыре. Я говорю, и как эти шейхи? Они, говорит, несколько раз меня уже запрещали. Я, говорит, видела во сне, меня Валентина и звать. Я, говорит, так приедешь и покрестишься. И она все спрашивает о молитве. Православный меня ни один не спрашивает. А на сколько вы поклонов даете Богу? Выражение какое. Понимаешь, у нас это тоже есть. Только в другом плане. Во сколько встаете? Ночные молитвы? Когда? Сколько раз? О чем просите? Ее очень интересует. Она молится. И у нее доступ к Богу, может быть, больше, чем у того, кто думает, что имеет. Почему? Все-таки это что-то значит. У нас дисциплины никакой. Даже вообще такого слова нет. Любой приходит. А кто это говорит? Патриарх Кирилл. Мне не надо выбирать никого. Вот он вернулся с Дальнего Востока. И ответ газеты печатает. Патриарх Кирилл сказал. Состояние церкви-духовное развалено. Я спаривать ее не могу. Я только добавил к этому. А патриарху показали не худшее. Он не был там, где мы бываем. Там пепелище, там никаких развалин нет. Там дымящиеся угля с венцима. И это все православное. И он далее призывает. Вот вы, вот священник говорит, вы крестите. Кого вы крестите? Вы не знаете. Кого венчаете? Не знаете. Вот мы сейчас были к одному священник. Он говорит, ну я венчаю. Я спрашиваю, любите друг друга? Любим. Повенчал, через три месяца приходит уже другой. Повенчаете батюшка. Стой, развелись. Да как так? Я, Иван Суворов, пришел. Говорит, вот такие, говорит, пачки две лежат на столе у архивея. Бракоразводные процессы. Да нет такого таинства на развод. Это все венчание. А то и венчание там не бывает даже. А что делать? Я, говорит, решил не венчать. Как совсем? Совсем. Пока я не узнаю. Пока это не будет действительно прихожане. С улицы любой заходит. И потом венчания-то нету. Венчания вообще нет никакой. Венцы держат над головами. Сзади идут. Над невестой там женщина какая держит. А здесь мужчина. На голову вообще. Венчина голова увенчивает. А чтобы держать и считать увенчанным, такой в мировой практике никогда не было. Венок опускается на голову. Это златоуз. Это все святые говорят. Златоуз говорит. Вы мне сплели похвальный венок больше моей головы. Он опустился до плеч. И голова осталась неувенчанная. То есть венчания нету. Я батюшке Асойке ему сказал. Сколько таинств? Ну он говорит. Сколько таинств? Он знает. А какое не нарушается? Все нарушаются. Притом умышленно и ежедневно. А какое больше всех нарушается? Он не мог ответить. И семи таинств какое-то постоянно злостно нарушается. А оно тянет все остальные. Понимаешь? Эти вопросы, их просто необходимо сегодня говорить. И когда люди стараются обойти этот угол, ну как кому нравится. Это плацдарм для того, чтобы оказаться в адух. Мы один раз решительно должны проскрести себя. Патриарх говорит прихожанам. Вы подходите к батюшкам. Попроситесь к нему на чашку чая. Вот к тебе приходит один прихожанин, другой. Сближайтесь со священниками. Я им говорил, а они к вам не идут. Ну народ, начинайте двигаться обратно. Это патриарх Кирилл говорит. И считать, что патриарх Кирилл не понимает обстановку, я думаю, наивно. Он говорит, я посылаю монаха на север. Может слышали? А у монаха мне отвечает, там кислороду мало. А он сурово так говорит, да какой тебе кислород? Ты же монах, ты приготовился умирать. Какой тебе кислород? Это ответ. И посмотри, те, которые посылают миссионерами, мормоны и другие, на любой остров, он не имеет. Он пришел, он и говорит. В 18 лет, заходишь в школу, там, в институте учусь. Решил жениться. Ну, он здесь. На два года, на миссионерскую работу, на острова Фарельские. Все. Два года. И там будет видно. Ни один не женится, пока два года миссионеры не отработают. У нас вообще никаких правил нет. Ты никого не знаешь, они тебе. Ну, бабушки некоторые. Правила. Что, вот я имею опыт в этом, где бываю, и начинаю говорить, в каждой библиотеке это собеседование идет. И спрашивают, как принимают? Отвечают, по-разному, но провожают везде одинаково. В течение 20 минут совершенно по-другому. Вот она придет, даже не надо, это не считает. Я знаю своих считателей. А дальше, давайте документы я подпишу сейчас. И дальше начинаем разговаривать. Улыбается, выходит, катографируется директор. Притом, это все заснято. Легко смотреть. Какая причина? Я нахожу только одна. Мы без хитрости получили, без лукавства отдаем, и Господь касается Духом Святым. Это человеку невозможно. Я когда батюшки спрашивают, а вот вы говорите, не хватает решимости Серафима Саровского. Ну, какая решимость? Я службу веду, вот сейчас у одного были. Ну, хороший батюшка, прям не могу сказать какой. Я говорю, вот смотрите, вот человек, и у него есть свои я. Это я просто опыт такой показываю. Вот это вот, я люблю вот это. Вот это вот, люблю поспать. Вот это я смотрю, что нравится архиерею. Дух Божий верит на ноды. Дух Божий не может проходить здесь. Дух Божий только тогда идет, верит, когда все склонилось, и преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Вы бесталантные. Поэтому вам ничего не написать, не сделать. Почему? Бесталантные, потому что, знаешь, как обижаются. А почему? Я говорю, где Дух Господний, там свобода. Где Духа нет, а Дух Божий не может. Так вот это тебе не нравится? Ну, ладно, Дух Святой пойдет тебе. Он дальше вообще учить не будет тебя. Где Дух Святой верит, он отвечает, как порог. Что скажет Господь мой Бог, то я и скажу. Бог сказал, мне обязан сказать, пойти патриарху, пойти юроду сказать, обличить его беззаконом, сожить ее. Нравится, не нравится, голову отрубит. Вот это и есть пророческое служение. А они не примут. А вот об этом тебе не надо рассуждать. Ответственность Бог берет на себя. Моя задача быть верным. Быть верным во все. Поэтому, когда я даю книги, я библиотекарям говорю, книги написаны именно так, где я в глаза людям не заглядывал. Патриарх это, батюшка или родной брат. Я сказал все, что говорит Библия. А почему уверен, что вы правильно говорите? Да не я говорю Библию. Недавно епископы собрались и начали меня судить. Судить, конечно, подбирается под книги. А наш епископ Евтихий говорит, это бесспешно. Игнатий сугубо православный. И книги его, они недосягаемые. Вам ничего не сделать. Я тоже вроде пытался. Они все на Слове Божьем, на канонах стерковных, на житиях, на святых отцах. Отцу Акиму очень часто боятся священники подкусывают. А вот он написал, он говорит, вначале в конце книг адрес. Ну позвоните. За 10 лет ни одного звонка. За 10 лет ни одного письма. В епархии были. Я сказал, измерите самых злобных священников. Самых ненавистных, ненавидящих меня. И вызовите меня. Я перед ними пристану один. Я просто ставил вызов вам. Вы за углом только шипите. А сказать еще не можете. На днях, ну прям на днях, вот может быть, недели две назад. А те сам с умором. Книги там дал куда-то читать или что-то. А те в библиотеке, или где он сказал оставить. У меня все без задоринки идет. А у него там и она, как церковь, а как то. И отдала. А в епархии стали исследовать. А кто же, интересно, с церковников ставил в мирских библиотеках быть сензорами. Это вообще безумие. Это не теократическое государство, во-первых. И для... А почему именно не баптисты? Почему не адментисты? Для государя мы все одинаковые. Они законопослушные граждане. Они не понимают, что творят. И вот там держат, неделю, вторую, он приходит в библиотеку и говорит, ну книги-то принимаете или нет? Мои книги. Они говорят, епархию еще не отдала. Я говорю, так верните хотя бы мне книги-то. И, наконец, епархия его вызывает на ковер. Священники собрались. Не знаю, епископ был, нет? Епископ, кажется, тоже был. Ну вот он и гнает. Не могут назвать фамилию. Лапотников там называют. Ну хоть фамилию-то мог запомнить-то. Явно, что они... Или не считали, или мозги отшибло. Да он говорит об одном архиереи неуважительно. Он говорит, о каком? Гробовое молчание. Ну где тут архиерея-то живет? В какой епархии? Ну вы, сколько у вас было? Пять священников. И вы пятеро все это... Центрами были, да? Ну одного-то назовите хотя бы. Нет? Я говорю, знает, это несерьезно. Настолько несерьезно. Даже разговаривать не о чем. И на днях у него там храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери, и архиерея, митрополит присутствовал. В 18-19-19-19. И батюшка ему говорит, ну и как? Чего там-то никогда ничего не было. То есть ничего нет. Низ звука. Я это очень хорошо знаю. Десять лет это уже достаточно, чтобы... Показать, что не православие. А наши архиереи говорят, это не удастся. Это бесполезно. Вот. И поэтому, где нет священников, мы отдаем книги. По районам везде. Везде, как сказать, благополучная среда. И даем мы такие вот, чтобы раздавали. А берут ли? Берут, читают. Собрали священники, и я с ними сижу. Недавно. Там, под Москвой. И говорят. Вот скажите вы сами, вот это справедливо или нет? Думаю, что же они такое выкопали? Мы отдали книги. Нам их вернули. Игнатия Греченинова, я считаю, 8 домиков отдали. И сказали, в течение года ни один ее посетитель не взял. Все совсем. Ну, откроют, посмотрят, поставят и больше. Феофана Затворника вообще не считают. Говорят. А что вы давали? Называют все серьезные. И что? Ну, вернули. Я был утихий. Я говорю, вчера все книги вернули наши. А Игнатия Лапкина считает и воруют. Воруют книги эти. А воруют только те книги, которые с простом пользы, которые нельзя достать. Это однозначно. А что воровать-то, если они везде валяются? А почему Игнатия Лапкина считают? Я отвечаю. Потому что у него, Феофан Затворник, у него Игнатия Греченинова, у него все на приближенных к сегодняшним дням. Они заговорили, а они не меняли ничего к сегодняшним языком, к сегодняшним человекам. А вы этого не могли сделать. Тогда не извинитесь. Спрашивают, а зачем вам это нужно? Вот сейчас мы проехали, на полтора миллиона только подарили. Я говорю, мой народ, моя страна, а другого мне не дано. Мне это было дал, я отдал. Вот. Они прям тут же при нас скрывают сайт, заходят и про нас забыли, что мы тут сидим. Мы говорю, бумагу надо подписать. Они там залезли, а там море. 1300 тем. Тем. Там отдельный миссионерский отдел. Как, с какой сектой, как беседовать там в иконах о Божьей Матери. Политика там. Там ну все абсолютно. Можно это достать? Можно. Вот только сюда зайди. Зайди, а у него щелкни, и ты уже на хору. Мы пока другого способа как-то открыть людям образ Христа не имеем. Просто не знаем. Мы нашли вот такой способ. Привлекать библиотеки. Библиотеки этому содействуют, распространяют. Люди приходят, берут. Притом, бывают библиотеки на скудном пайке и говорят, могут даже закрыть. Но это уже конец селу. Я сразу иду в администрацию района. А у них там совещание. Я открыл дверь и вошел. Вы просите, мне нужно сказать. И начал говорить о цели нашего приезда. Как мы действуем. Я говорю, у вас есть представитель по связи с общественностью? Есть. И он его тогда посылает, извините, на совещание. Тут идет утреннее. Но по-хорошему улыбается. Он пришел. А я продолжаю. Наши библиотекари, читатели пришли. И говорят, 26-й том, его на руки выдавать нельзя. Особенно журналистам. Они его выводят сразу. Это 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали по определенной тематике. Допустим, о революции, о семье, о родине. И на каждый вопрос, который мне задавали, 6 поэтов. В 6 поэтов из 300 летний период. Я не скрываю, что без Евгения Тушенко я просто не одолел этот материал. За 20 тысяч файлов я должен был вот так вот молниеносно их в голове крутить. И кратко даю аннотацию. Это 20-й том, это моя беседа с Александром Мениным. Их нет, за миллиарды не купишь. Его нет, его убили. И сегодня мы ему задали эти вопросы. А может и другие. А я ему еврейские вопросы, церковные. И возрождение церкви. Это был эрудит самого высокого класса. Ну это и так понятно. Это был энциклипедически выпаренный буквально из этой среды человек. Глубочайшее его знание. Я не распользовался его словарями. И вот мы с ним беседуем, сейчас на беседе, дома сидим на магнитофон, наворачиваться. В одном месте видно, как он вот так вот сцепил магнитофон. Ну интервьюер у меня сегодня. Какие вопросы я там был бы, если патриарх еврей, как бы народ реагировал. Он сам еврей, я говорю. Я говорю, а что такое мень? Он говорит, это рыба на лим. Такая скользкая. Вот. И значит, просто баптисты едут так же. К нам приезжают по Теряевку. Там миссионеры приехали. Я вышел. Два солидных, толстых человека. Я говорю, а кто вы будете? Мы баптисты, отделенный совет-церквей. А что? Ну вот, миссионерство. И что же у вас есть? Две маленькие брошюрки какого-то там. И все, иностранные слова. И два, кажется, диска, песнопения. Все. А я им подарил полностью Новый Завет. Вот это полное толкование поколептия Самоца Геннадия Фаста. Там, для слова Божия нет, УЗ. И еще что-то. И вот мы к ним туда приехали, откуда они, Табуны. Ни под каким видом встречи нет. Ты сама знаешь, с мамкиной, своей теткой баптисткой, даже телефон мне дали при свитера. Вот тебе и православие. Православие заговорило, и все попятились. Андрей Кураев его спрашивает в интернете, а кто такой Игнати Ларко? Ну, у меня был книг «И все правы». Ну и дальше Андрей Кураев. Его мнение может не всем понравиться. Вот это один из самых ярких богословов современности там Сибири. И самый строгий критик патриархии. А не на него. А какой патриархии бывает греческой, бывает там? Он говорит, московская патриархия. И отношение священства к нему имеет объяснение. Говорил он другие слова, по-другому бы относились. Андрей Кураев. Умный человек. Я о нем не раз говорил. И говорил, нужно сказать более строго, чем в отношении меня. Если так уже считаться нам, то перед ним виновен был я. Но думаю, что считал это. Вопросы у вас какие-нибудь есть? В двух днях, когда у Романа были, встретились. А Роман пригласил этот племянник. Сестры моей, сын. И он из старобрядцев. Пригласил 11 старобрядцев. 11. 15. 15 старобрядцев. А я сказал, меньше 10 будет, я не приеду. Слишком далеко. И мы весь край, заканчивали край. Перешли на Сибирский область. По всем районным центрам. Встреча со священниками, дарим. Сегодня отцу Александру я ящик подарил. Евангелие Атьяна с римлянами вместе. И второе. Кармальная новая завета, псалтыры. Синодальные. Если вам нужно, я вам сейчас в этом только увезите. Все. Мы разгрузились. Дальше. Если знаете кого, отцу Александру я подарил. Довольно. Я уже с ним поговорил. Поговорил. Стоим на улице. Ну, раз со мной он сидит, а он уже не уйдет такой. Я говорю, какой твой рост? Метр шестьдесят четыре. А какой твой вес? Сколько-то? Я ему сказал, ба-бах, 27 килограмма лишнего. Тебе это надо? Я уже сколько раз пытался там и не ел. И все. Я говорю, и свет леса твой, не христианский. Святый описывает какой-то, а что у тебя как морковка? Зачем тебе это нужно? Он, главное, я его знаю давно, и он не обещивает. Не обещивает. Не потому, что я ему много дал там чего-то, а потому, что он сам по себе человек. Да я вот не знаю, как что. Я знаю. Я знаю. Четыре причины, почему человек толстый. Давай загибай. Первое. Самое натуральное обжорство. Лишние калории. Давайте, первое. Пройдем сначала. Второе. Лишнее не переработает, потеть не будет. Третье. Я не закончил. Гормональные сбои бывают. Так я бы не закончил. Так на гармонии потом будете играть. Третье. Третье. Лишнее спанье. На госпанье. Днем прилечь сальсаза. И четвертое. Обеспечен. Все. В голову друг другу. Четыре причины. Они из тебя сделают медведя лежачего. Ко мне приходит в гости епископ Антоний Васильевич. Я вот сразу как бы здесь скажу. У меня было два друга на институте Мечевича. И потом на заводе работали уже на инженерной должности. Один был такой плотного телосложения. А другой был совсем худющий. Этот худющий, он правда помер уже. Помер по пьянке. Он лет 30 с небольшим его было тогда. Замерз. Худющий ему так и остался. И вот мы придем в столовую рабочую. Плотный парень такой толстый. Брал одну котлету и не доедал. Я две брал. Тот четыре. Ему мало было. Вот и обжорство. Нет, это что четыре котлетки? Во-первых, котлетки я скажу, что лучше не брать ни одной. Ну, я просто говорю. Я делюсь опытом. Я с этим соглашусь. Тем более столовой рабочей. Ну, в Китае казнь была возведена в искусство. Они придумали разные виды казни. И одна из самых страшных была кормить одним мясом. Отчего человек в страшных мужчинах умирал. Вот и все. Мясо. Почему Антон Павлович Чехов, когда у него брат был Павел Павлович Чехов, он говорил на всех, кто ест мясо. Трупоеды. И он все это посмелился над ним. Я вот не ем больше 30 лет, вообще в родном миру, и никакой нужды нет. Раньше писали, такой журнал был, у нас какой-то журнал здоровья, а то был журнал здоровья мира. Это ЮНЕСКО, он выпускала. И писали, считается, или считали. А второе, в действительности, на две группы еще, человеку нужно белки, нужно мясо. А теперь, в действительности, найдены целые народности, которые никогда за тысячелетия ничего мясного не ели. Вегетарианцы. Полные вегетарианцы. Я рыбу хоть ем. Так что тут, конечно... Это вопрос второсипедный. Да, вот второсипедный, правильно. Кто не ест, не осуждает того, кто ест. Отец Александр правильно, что ест. Не говорилось, что сделался толстым, как доминная печь. Там решила о том, мясное или о овощи есть. Только об этом, а не о толщине. А о толщине очень много в Библии сказано. Написано, говорит, и без страха уточняет себя. Послание к Иуде. Без страха. Это страха никакого нет. И Анатолий говорит, что слишком узкий уход. Что ты готовишься? Как будто бы в осаду город собрался. И что ты столько наел? Тебе все, жертву хотят принести, как жирное животное? Нет, конечно. А Анатолий высмеивал это. Да и все святые отцы, как мы знаем, какие были. Хотя это не главное. Но Саша выслушал. Были и толстые. Какой-то оптинский старец был очень толстый. Я не знаю, Анатолий? Может быть. Может быть, да. Но они этому не радовались. А что, кто радуется? Это болезненность. Кому это радуется? Это ненормально. Я хочу сказать, был дископ Антоний Масельнич. Он ко мне пришел в гости, а я на втором этаже жил на Никитина. Он пока поднялся до поворота. Один этаж, все, второй этаж. Основелся. Я говорю, что? Не могу одышку. Я говорю, умрешь ты. Умрешь. Послушайся меня. Давай ко мне. Переходи. Я себя за местью сделаю такого звонкого, тонкого и прозрачного. Вставать будем вместе, молиться вместе, питаться вместе. Он не пришел. В 41 год умер. В 41 год. Что? Ну, то же самое. Сердце должно накачивать каждую клетку. Накачать такое. Стали считать, сколько у него, кажется, 70 лишних килограмм. Ну, ты сам понимаешь, что это нереальное, чтобы сердце выдержало. Мы не об этом, как бы, говорим. Но встречи наши должны всегда носить конструктивный характер. И мы после любой встречи должны выйти другими. Вот когда мы бываем, мы другого метода распространять просто не находим. Раньше мы в каждый дом заходили, Евангелие заносили, а потом людей собирали. И бывало так, все село обойдешь, пригласительное, с администрацией утвержденной пришел один человек. Вот там у нас есть корабель, непокуда идут крестных, вот. И там монастырь, его считают центром духовной жизни Алтая. Это монахи тамошние так назвали себя. Вот у нас все заснято на виде. И вот мы встретились, допустим, тысячи человек населения. В воскресный день приходит шесть человек. Шесть человек, а монахов семь. Нормально? Мы прошли по деревне, нашли только два Евангелия. А раздали только Новых Заветов у них, четыреста пятьдесят. Это пустыня одна. А что они говорят на это? Они говорят, да вот до нас были монахи, они верили себя так, там неадекватно, разные слова набирают. И поэтому в народе такое негативное отношение. Ну и что, что негативное? На меня такое негативное отношение строят священники. Высказать нельзя. Но приходит время, она, бабка, прямо на паперке падает, за ноги хватается, плачет. Прости меня, мне противоговорили. Оказывается, все это обман, это неправда. Да баба, да брось, ты говорили, да наплевать, да забыть, что говорили. Поэтому мнение человека меняется иногда в одну минуту. Когда он от Бога получает озарение. Так говорят, не говорят, на это никакого внимания не надо обращать. Вот едем, и бывает так, заходим где-то в библиотеку, а она сразу, так это ваш сайт там вот библейский, я говорю наш. Она, вы постойте маленько, она побежала по этажам всех работников, собрала буквально аудиторию. Послушайте, кто к нам приехал. Ну тут уж моя стихия, тут я разворачиваю, каждую книгу объясняю. А один, если есть положительный человек, он может все буквально в негативной смеси. Ну вот так делаем, привозим, оставляем, получаем документы, что они получили, печать. Оставляем визитки, приглашающие в библиотеку. А еще бывает одно, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он говорит, университеты, институты исчезнут. Потери не будет, стоит велика, как потери библиотек. Понятно, потому что и сами институты-то на библиотеке стоят. Я говорю, побольше поставишь. Мы все-таки, когда отправлялись вот эти путешествия наши, говорили все время, у нас опыта никакого нет. Сегодня мы уже так сказать не можем. Все-таки позади нас практически 100 сел и городов, даже с прошлыми годами. Это уже что-то. Вот только нынче у нас было, получается, 84. Я 85 считаю здесь. Вот оставляем все. Если у вас есть священники здесь, желающие иметь книги в библиотеках. Так, Андрюшек, сходи, открой, там и ту папку мою принеси, которая воткнута. Ну, в моем кармане, коричневая, желтая. Ну, коричневая. То у нас оставлены здесь, мы же не успели, только сегодня приехали, а у нас 20 экземпляров, 20 это в двух ящиках. Каждый экземпляр, один, 30, один килограмм. Если у вас есть такие, это не в частные руки, это только для храмов. Вот, для храмов у меня сегодня уже папочка набирается, в которых храмах оставляли. Они рады, раскладывают, сразу разбирают и похвалят. Луся, Богородица Алисийский монастырь, пиблиотеку принесете? Возьмут. Ну, вы принесите. Я с этим не разговаривала, с Иваном Иосифовым, а отцом просил, давала я открытым оком. Истинное православие он передал, а это не взял. Не взял. Последний вот это. Не взял? Не взял. Он побоялся. Ну, не было так, что-то там. Давление. Надо к отцу Кириллу. Вот, пожалуйста, Томская областная библиотека. Мы поехали, нам в догонку. В районе были, уже напечатали, уже про нас статью. Вот я остаюсь с книгами, сейчас дам просчитать. Надо было, пока сидели, да, часа в четыре сходить на нас тут. Вот рядом. То что? Пока сидели, часа в четыре, надо было с тобой дойти до монастыря. Чтоб ты поговорил. Вот такие оставляем. Если ваши собратья где-то по разным селам, где библиотеки есть, мы готовы оставим в банке, печать, расписать и выполнить две вот эти строчки. Только две обязательства. Ну, они в обязанности входят. Если не трудно, вот это вот, прочитайте вслух статью. Послушайте. Игнатий Тихонович Лапкин, знаменитый современный православный миссионер, основатель села Общины Потеряевки и у нас на алтаре на этой неделе позвал Тагули. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь и вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад и смладенчество. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там каждый день, каждая минута дороги для него как последние в жизни. Встает в 4.30 утра, молится и заработает. И так каждый день. И сдал 38 книг. Кто был, или тогул, не знаю. Игнатий Тихонович приехал по делу подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная, но только одно условие у автора. Не препятствует чтению его книг пользователя библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведения автора можно в библиотеке имени Чебаевского. А вот, пожалуйста, благодарность патриархии. Смотрите, какие бумаги еще есть. Денис звонит. Ты, говорит, насчитал 16 районов. А Кемеровский район туда, говорит, зимой. Уран, говорит, только не каждый проходит. Нам сказали уже. А летом вообще, говорит. Ну, мы тут никуда не можем. Да он прав. Нет, а он, говорит, если сервисная книжка с собой, то и здесь можно было. Это нам сказали, но все-таки сказали, лучше вернуться домой. Ребята, советуйте, не горы все. По сервисной книжке они могут. Но речь идет об обмене грузовика полностью. И вот мы где были, вот посмотрите, это только часть церквей, которые получили книги, и главный, главный, главный один. Денис, ты разговаривал, он дома был, а сейчас он с Молчанова выехал, едет. Вот где смотрели, куда вы хотели ехать, он уже оттуда сейчас. Значит, 51 район и небольшие города Алтая прошли. Куда вы, в какие села-то собираетесь? В какие села собираетесь? В какие села? Ну, сейчас. Сейчас. Ну, мы сегодня по карте посмотрели, все районы центра Томска области. Но застущал у нас кардан, и вот видите, пришлось выгружать. А вот первая библиотека страны теперь имеет имени Ленина. Вот. Надо сегодня мы были юнга, это Кемеровской области. Вот. Вот это вот считается вторая позначенностью библиотека страны, историческая библиотека Российской Федерации. Вот. Третья у нас здесь есть. Сейчас я покажу. Вот посмотрите. Рязань, Красноярский край. Москва, парламентская библиотека Госдумы. Это если они на ее все-таки наткнутся, им есть что там будет посчитать. Самые большие библиотеки, какие я видел, видимо, я сегодня так подумал, это Тюменская. И очень большая здесь. Здесь хорошая библиотека. Ну, посмотрите. Ну, Пушкинская библиотека. Центральная библиотека. Вот это Тобольска. Вот это огромная. Это Омск, Тюмень. Ну, хороший вопрос. Писать одно свидетельство по большим городам. Теперь, когда это бывает, это мне нужно вызвать доверие, что книги не экстремистские. Показания давно экстремистские, экстремистские. Книги эти не экстремистские, не экстремистские. Не экстремистские. Не экстремистские. Все они находятся в библиотеках страны. Ну, и если бы благополучно было, вот, видишь. Здравствуйте. Батюшка, идем-ка сюда со мной. Съемка не прекращается. Давай. Вы можете без съемки что-нибудь делать? Или все только со съемкой? Да, пусть снимает. Пойдемте сюда. Я вам сразу покажу, а то я уйду и бумагу дам. Мы по телефону тоже поговорили. Для его тюрьмы. Вот, смотрите. Вот здесь вот, только мне надо ручку дать, чтобы я расписался. А вы там поставите в учреждение печать. И что вы выполнили? С вашей стороны к выполнению подлежит две строчки. Так. Издатель СИХ. Указать учреждение. Область. Все. Возьмите. То есть это все библиотеки, фактически. Основные библиотеки страны у меня уже здесь получили одинаково. Так. Я сейчас показывал. Вот Томская областная библиотека. Подожди, какое. Такое же самое. Вот их печать. В городской мы не успели с машиной. С машиной нас не лады. Мы разгрузились и уезжаем на реке завтра утром рано. Сказали сервис, может, и здесь. Но представьте, где там, когда 60 тысяч. Ну да. Нам вообще не по... Это даже говорить надо. Посуда зайдите, я покажу вам. Спасибо. 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 Вы приехали по всем крупным городам и поселям, да? Да, разные. Ну, водители-то разные, но есть и на детей, ничего. Постоянно наездки. Пассажир. 25 тысяч прошло. Вообще-то это не пробег, конечно. Так. Пошел. Подойдите. Пошел. Номер первый. Я большой взял. Большую взял. И вот это вот большая по размеру. Месяц они составляют комплект. 38 мм. Вот они отложены. И вот они. Это 31 килограмм. Размер полки метр сорок. Если у вас в каких-то церквах или в районах будет возможность, я оставлю бумагу, точно так же поставить печать. Ну, у нас есть, есть все. У вас, у кого-то нет, у знакомых, там близких, у кого-то нет. Я уж это самые многие и раздавал. Но вы имеете в виду, я сразу же. Да, я здесь. Добрый раз. Ну, понятно. Если комплект беру, то так. А без комплекта вообще ничего нет. Хорошо. Я оставлю здесь вот бумаги. Ну, через предыдущий, значит, да. Ну, пока мы ничего больше не придумали. Ну, батюшка, мы убедились. Встреча, где была с тегтанками назначена. Какой на них страх находит. Все, руководство категорически не будет. Речь, где запрещаете, что даже ни одно слово не будет. А они к нам приезжали, мы их отдавили такими дарами. И к ним же приехали, даже у нас души не пошли. Все-таки православие великий сын умеет. Да, гостиники, а Алифтина там ее, сестра, даже не была адрес, действительно, телефона. Чего-то говорить. Тут уже все проверено. Когда я первый раз разослал, то ответ пришел вот такой вот. Финансированный нет, приобрести не можем. И тогда я принимаю решение. Ну, это все одинаковые. На голодном пайке держат. Но когда говорят, что это вот бесплатно, то, нужно сказать, выявление очень большое вызывает. Они ухватанах. В такую дуну заехали. Когда у вас такие там связи, ну, показываю, это впечатляет, такие парламентские библиотеки страны, то есть по низу и кое-каку все. Но до Москвы не заходили. У нас же мысль была такая на следующий год. Зимой тонн 8 туда 7, два сладца в центр России, а весной туда приехать. Весной начать работать, чтобы посередки было между Молдавией и Москвой, между Питером и Одессой. И оттуда начать как будто привезти туда потеряю. И так начать так же, как и города обходили. Мы до Байкала зашли начали. Вообще положение очень хорошее. Там, где знакомые есть священники. Даже вообразить нельзя. Собирает людей. Люди ждут жажда. Сейчас другой проходит. Кажется, главное положение. Сами все себе снимают. На видео я стою. Саша продолжает. Ну, мы работаем. Мы не знаем, в чем и как. Это все еще болевающее вещество будет. Мы пока, говорят, на ноль, на ноль. Но мы видим, просто видим результат радости. Даже то, что мы живы. То, что приехали. Идут и идут сектанты. И друг православный. Где вы были раньше? Все один тоже вопрос задали. Ну, приходите ко мне на службу. Я вам дам слово. Да я больше знаю ваше любовь, к слову. Собирает один. Как я говорю, был у этого. Суперила Сахарова. Вот. Я вам приготовил стихать. Я говорю, я не говорю, уже два года проходит. Ну, я же народ прибудил. Я говорю, за обедом. Будете, я тогда скажу. Но в храме была такая обстановка. Я ему записку послал. Батюшка, у вас необычная обстановка. И я готов выйти. А там был священник. Я так хотел, чтобы сказали слово. Ну, Господь так славствует. А если настороженный бывает. Сегодня мы были священник сам настороженный. Видно там. Дальше все больше, легче. Лесо разглаживается. И провожает, и расслабляет. Личное общение, оно не заочное. Сейчас я здесь оставлю. Мы внезапно изменяем маршрут. У нас поломка обнаружилась в машине. Это настолько для нас, во-первых, и неожиданно. Это отца Романа привел. Батюшка, а если я вам дам пригласительных таких, примите? Судя заключенных, это считается. Конечно, конечно, да, я открываю. Посмотрите, к вашей библиотеке предвещен день. А где самый маленький, не вынесли? А второй не вынесли. Если я куда-то прошел, я думал, он совершил. А вы с кем приехали? Я один. Как я сейчас, батюшка, выходит с книгами. Большой и маленький ящик. Это 38 книг. Ну что, батюшка, благословляет пригласительно православную книгу. Потому что много будут знать, больше будут посещать вас. Я скажу, что книги эти есть, которые очень сильные влияния на защищенных имеют. Прямо меняются решительно. Да развяжите его. Но все отправлено. Если одна душа покажет. Так, бумагу я вам дам. Вот, сюда поставьте, чтобы круглую печать поставили. Четко ясно написать. Кто берет расшифрованное посты библиотекаря, ищет слово. А представьте, что есть, с кого тут наши деньги. Все. Так, мы уже тут разговаривали. Вновь пришедшие. Может, у вас какие-то вопросы есть? Я пока хотела бы просто послушать. Большой, сядь поближе, будешь перевозчиком у меня. Перевозчиком, я же вам по-русски говорил. Я кое-что не слышу. По-русски говорил. Ну, а как по-русски? А знаете, я когда в суде шел, то все время рядом сидит со мной человек, который к судебным делам дела не имеет, чтобы вас разрушить. Бывает там сурдоперевозчик, а мне просто нужно рядом, чтобы... Казахстан, шепотная речь. А в Волгограде вы проезжали, нет? Нет, не проезжали, это ниже. Если только Господь благословит, задумка-то пока задумка. А там, в Волгограде, интересно, храм, я сейчас забыла. Ну, мы так пришли, вот, интересно, вот, и им отдали, как бы, не храм, а, как, бывший дом культуры. Ну, почему-то там вот, не на восток, получается, алтарь, а на запад. Там пошло разделение, то есть, прихожан. Тут они стали ходить. Адрюша, мы будем спросить синее. Ну, можно так, или вот? Синее, чернило. То есть, синее, чернило. По Чаевской лавре там один храм в одну сторону стоит, в другую сторону. То есть, это не важно, да, что делать? Ну, не то, что не важно, традиция, да, восток строить, приблизительно, туда-сюда 30 градусов считают. А там просто, вообще, просто, вот, все, вот, ну, у меня подруга осталась, там, собственно, да, ну, как, вообще, на межходе, вот, и, как уже, и батюшка, если что-то написали. Ну, это не самое страшное нарушение, наверное. Акуда посчитала, что вот это вот. Акуда посчитала, что вот это вот. Видите, когда ссылаешься на современного какого-то мыслителя, проще, оно более звучит так. Но в глазах Божьих это может быть и не авторитетом. Православные не приучены за авторитет считать Слово живого Бога. Вот это не просто беда, а смертельная беда. У нас нету осмысления того, что заложено в Слове Божьем. Мы просто привыкли, даже в аптисы считающие. Говорит один, прочитав, другой тому исходил, слова выпустил. Так и идет. Вспомните, самое большое в мире искушение было не человека, а человека Бога, Бога-человека, Христа. И Сатана приступил с тремя вопросами, Достоевских разбирает, братья Карамазов. Это все искушения мира соединены были в эти три вопроса. Это власть, авторитет, чудо, перво начиная с чудо. И на каждое искушение Христос говорит, написано. Написано-то, написано, но ведь живой-то ты Бог пришел. Зачем ссылаться написано это? Но Он говорит, написано, Христос цитирует, а нам нужды никакой нет. Христос, ну скажем так, в диалоге с Сатаной цитирует, трижды нападки Сатаны отпадают сразу, трижды в Священное Писание. Почему? Меня это очень тронуло в первые годы, когда я обратился. Я стал искать ответ. И постепенно я пришел к неутешительному выводу, что мы не ощущаем так Слово Божие, как Сатана. Вот в чем дело. Мы играем Словом Божиим. Вот еду я в вагоне, ну в трамвай, и написано, не хлебом, не одним жив человек. И огромное блюдо, и колбаса не рекламирует. Ну, вообще-то подходит не одним хлебом. Но они говорят, но всяким Словом исходящим из Узбожиих. Они это обрезали, но и в самом деле колбаса неплохо, тем более, если хорошая колбаса. Но ты подумай, куда ты Слово Божие употребил? Как ты будешь отвечать за это? И вот у нас должно быть осознание, что что-то там происходит при произнесении этих слов. Я нигде не считал об этих размышлениях. Просто я на молитве стою и молюсь, а потом размышляю. Я самые главные мысли, стихи, я все получаю на молитве. Вот когда молюсь, и в это время у меня раз строка. Я от молитвы отвлекусь и строку напишу. Это начало будущего стихотворения. Скажут, не, ну нельзя так. Ну нельзя, но у меня именно так вот есть. Я кончу правила, на чем считал, я заново начинаю считать эту молитву. Но эта мысль, когда я закончу и посмотрю, она от меня не ушла. И на ней я тогда строю полное стихотворение или проповедь. Она пришла во время молитвы. Если у тебя опыта вот-то нет, у тебя суждение, у меня однозначно, это от Бога. И когда сегодня я считаю свои стихотворения, которые таким образом написаны, а все они по 9 куплетов, я с таким удивлением считаю, первый раз их вижу. Я как будто бы никогда не то что там не писал, а все-таки 9 куплетов, 36 строк, 36 законченных фраз. Я будто первый раз вижу. Я считал такой, был священник такой, музыкант Вивальди. И он позволял себе такое, когда ему эти фуги приходили в голову, то он облокачивался здесь, и он полтора лет писал, папе доложили. Инквизиция. Но папа буду рассудил. А они все эти поэты и музыканты, они вот с такими вывихами, поэтому простите его. И благодаря папе мы имеем сегодня прекрасное произведение Вивальди, духовного содержания. Я не Вивальди, я не поэт отнюдь, но вот это именно так. Я сегодня рассказывал, как ко мне обращаются, что он помолился там Португалия, Англия, Америка, Германия, страны, разных стран звонят. Почему? А мы слышали, там слышали, что вам Бог отвечает. Как Он отвечает? Ну вам конкретно, что надо сказать? Я вот молодая вышла замуж в Италии, Анна звать. Я не знаю, выезжать мне или не выезжать. Сейчас, видимо, муж умер, или что дети неверующие все, и мне тут делать нечего. Что вы скажете? Вы могли бы помолиться? Вот думаю. Но у меня правило такое, сразу правило. Вместе начинаем молиться одновременно. Это три святоя и сто поклонов. Все расписал. Будем молиться не меньше семи раз в день. Проходит два дня, Анна. Ну и ответ какой? Ответа Анны нет пока. Через неделю опять. А ответ есть, а ответа нет. А почему? Я такой вопрос не задаю, это Бог. Проходит месяц, она снова, а Бог что-нибудь сказал, Бог молчит. Я только ответил молчит, встал на молитву и Бог ответил. Я сразу ей говорю, Анна, ответ получат. Какой? Ну, она думает сейчас ехать и не ехать. Это одно интересует. А я ответ-то не так получаю. У меня как бы высвечивается фраза Священного Писания. Что это Слово Божие, в этом никто не сомневается. Но что именно оно к этому месту, вот это я его спрашивал у Бога. Останови мой разум на каком-то месте Писания. И притом остановился на том, о чем я не размышлял. Я его сразу место-то, я его писываю и посылаю. Вот теперь, Анна, бери этот стих и иди к батюшке, у которого ты исповедуешься. И помолитесь, и теперь с ним начинай молиться. Я буду помогать. И какой тебе духовник даст совет? Выполни его. Ты не слушай Бога. Как батюшка? Подойдет так? Нормально, по-православному. Но с той стороны у нее подвижки больше не было ни разу. Я не знаю, было ли не было. Но от меня она уже отошла. Я спокойно, потому что я просил ответ. И у меня ответ всегда божественный. Почему? Он не мой. Он из Святой Библии. И когда его получали, у меня внутри такое ликование, как будто бы какая-то вспышка, озарение. Я не могу не объяснить себе, даже, друзья, вообще-то такое радостное. У тебя еще случилось? Ответ получил. Этот ответ, когда люди начинают выполнять, он благотворный во всех отношениях. Это Бог так делает. Я не знаю, как было у Святых. С ними разговаривал. Серапим среднятые ночи молился, и вдруг Бог заговорил. Как? В шуме тут и в деревьях, как у Давыда. Или гора прогрохотала, как у Серапиона, там этого, Марка Фращевского. Я не знаю, у меня просто мысль останавливается на Священном Писании. Я начинаю просить Господи, а не искушениями, не сам ли я это придумаю. Оставляю на размышлениях. После этого прошу еще кого-то. Начинаю молиться, бывать с постом. Ответ один. Непрерывно ответ Божий. Ну, тогда надо размышлять. Мы не толкуем его. Мы ищем ответ в самой жизни. И вот у нас сейчас это случилось с машиной. От Бога или не от Бога. Как сказать? Вот первое я вижу, что если бы не сломалось, то с вами мы бы не встретились. Вот первое. Вот этой встречи не было. То, что я вам сейчас даю, я вам этого не дал. Дальше мы не договорили, а я уже рванулся по вашим топям. Томским поехали. А вот Господь осыновил. Грусть мы разгрузили. Мы практически ничего не теряем. Можем дойти своим ходом. А дальше где-то кто-то что-то ждет. А где как? В этом путешествии у нас был я, притом не один раз. Какой-то непредвиденный случай. Наткнулись там. Пропорола где-то. А после этого начинается встреча с людьми, которые связаны с ремонтом. И началось свидетельство. А я бы прошел мимо. Как в тюрьме. Я бы никогда не встретил этого следователя, если бы я не попался. Но вот этот следователь принял крещение с полным погружением. В начальных тюрьмы меня постоянно вызывал. И все спрашивал о личной жизни. Обо всем беседовали. Потом мы с ним перезванивались. Он пошел на пенсию. О, дорогой мой. У него другого не было. И после, когда он отошел уже, я же ему спрашиваю, как помнят по-христиански. Что на него повлияло? Наши беседы. Я не знаю, но беседы были прекрасные. А туда не проберешься, потому что это тюрьма. А он находится в Киброгрошнике. Где тюрьма? В Дворнауле, где я сидел. А следователь, это тот, который обыск делал, да? Вот этот следователь? Да. Который обыск делал. Вот так. Он стал христианином. Вот так. Ну, каким христианином? Вот только он мне сам говорит. Я принял крещение, я показал, где полное погружение. Он поехал туда. Ну, вот так. Я его больше не видел. То ли уехал, но он это успел мне сказать. Вот. Понимаешь? Это надо видеть. У тебя беседу с директором фижнего издательства. Ну, он слушает. А сам свое. Ну, вот коснулось его крестить внука. Он пришел в храм. Они там быстренько спровояли чашку воды. Он говорит, подождите. Я ведь слышал, что крещение должно быть полное погружение. Ну, это, знаете, я знаю, знаю, говорит это. Это надо ждать. Я говорю, я подожду. Они наливают воду. Да вода холодная, это надо подогревать. Не подогревайте. Если нужно, подогрейте, пожалуйста. И покрестили, как положено. Это я все от вас взял. А когда я говорил, я даже не подозревал, что семя там уже дает роски. А он директор огромного издательства всех газет Алтайского края. Вот и все. Мы не можем ждать сходов и урожая в один день. Как Богу угодно. Вот. Поэтому нам, конечно, печально, что там случилось. Но в то же время мы благодарны Богу. Мы остались живы. Я пойду домой уже. Пойдешь домой, да. А подожди, я тебе покажу одну деталь. Она стоит 3,5 тысячи рублей. Пешком что ли? Кто не видел? В кармане. Вот, посмотри. В горах подпрыгнул автомобиль, пробило все, и мы едва не погибли. Пришлось заплатить 3,5 тысячи. Полностью поменять. Тысяча машин. Но именно к нам оно подлетело. И именно в тот момент, когда он стал тачком, нашу машину подбросило, и она ударила его. А там кидало и кидало. Вот и все. Посмотрите. Нам обошлось, так сказать, полная тысяча, но нам даровано жизнь. Мы два раза больше присутствием. В буквальном смысле. Сантиметр, может быть. И Бог усмотрел, что мы приехали в Томск. А уж как Бог усмотрел, дальше не знает. Видела? Ну, видела. Ну, пока не видишь. А дальше как через это? Я даже только не запомню. Мы ехали с трезвым шофером, а мы ехали по тому месту. Пьяным шофером. В ромнировке с афографом. Люди заехали. Заехали к пасеку. А он угостил недолу. Шофера посадили и поехали. Друзья, есть такой рассказ один. Как батюшка оказался в... Я вылезно говорю, все, ребята. Умерли. Батюшка оказался в аду. А шофер, который не трезвый был, оказался в раю. Знаешь, когда спрашивают стали. Говорит, тот, когда вез шофер пьяный, все молились в автобусе. А ты, когда службу ввел, все спали. Это со спички, когда ездили куда-то, ездили. Гриша рассказывает. Автобус помни?